МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, толерадую компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Меркование кожного важно. За полемикой, которая вчера разгорнулась на площади Ленина, помежу ладальниками розных поглядов, назирали наши корреспонденты. Думать про наше будущее, перший камень у подмурок школы сегодня заклали в Гомельском микрорайоне хутор. Приемные изменения в доме былого детского дома, теперь детский сад. А сейчас об этом и иншим больше подробно. В Гомеле сегодня прошел митинг у поддержки мира, безопасности и спокойствия. На площади Ленина собрались люди, которые имена витах этой каштоуности лечить головными у державной политики и грамадским життям. Подробный материал глядите в спецвыпуске новинов после программы «Добрый вечер, Гомель» на Беларусь 4. Конфликт погляда в супредстояниях грамадян и силовых структур, обвострение внешнеполитичных относин. Все это в последние дни робит атмосферу Украине напруженной. Даже тех, кого никогда не цікавила политика, зараз по-соправдному турбуя лёс Беларуси. Люди губляют уповненность у своим будущим. Они ускваляванные. Как найти выход с этого становища? Наша здимуточная группа напереды не спытала у гомельчан с активной грамадянской позицией. Мужчина и маленький хлопчик, які у спякотный вечер понеделка стояли у центры гомельской площади Ленина, прытягнули увагу усіх, хто проходил и проезжал поблизу. Дарослый демонстрант неохвотно выходил на контакт, але махчым ожиданием ствердить свою позицию подштурхнула на диалог с журналистами. Мужчина представился як Сергей. Живе и працюе у Гомеле. Побач зым яго сын. Пришел сюди, каб выказать грамадству свою занепакойность ситуации у Беларуси. Йон лечить. Протести по всей країне – это кавардак, с яким треба разобраться. Действующий президент выиграл эти выборы. Я не буду говорить, с каким перевесом. Я знаю, что выиграл. Кроме того, я защищаю здесь свою родину. Я знаю, какая внешняя политическая обстановка. И я уверен на 100%, что именно хотя бы эти ближайшие 5 лет действующий президент приложить все усилия, чтобы защитить мою родину. Крыху поздней до акции долучилися однодумцы Сергея. Демонстрация никого не покинула Абыяковым. До их подыходзели люди и задавали пытанни. Нікаторые спрачалися. Когда придут эти ребята с Польши, они тебе столько дадут, что ты в карманах не уйдешь. Когда они придут? Когда они придут. Ты знаешь, что это правда? У кожного своя правда, аргументы и разумение процессов, які отбываются в Украине. А двородный бок медаля – люди, які проймають у делу протестах. Яны розная. Молоті пенсіонеры, программісты і рабочі, але їх об'єдновує цэлый шарах пытанняў. Я с 9-го числа не могу нормально спать. Я читаю новости, мне хочется плакать, і это очень больно на это все смотреть. Я хочу, чтобы это, наконец, прекратилось. Конфликт грамадзянських позиций учымсьте парадоксальны. Супратлеглые меркавань і ориентиры здаецца як параллельной линии. Ніколі не перасякуцца. Прагэтам ёсць важны элементы, які аб'ядновуюць палярныя погляды. Любоў дароднага краю і шырая трывога за ее будучыню. Жыцё паказывая, ў незалешнасті ад палітычных поглядаў, большыць беларусыў не хоча вырашаць існуючыя праблемы силой. Яны разумеюць, провакация і незаконныя дзейні не дапамогуць краіне. Гвалты ганені ніколі не об'яднаюць народ. В последнее время все чаще появляются сообщения о том, що учителя, які участвували в избирательной кампании, силовики, які, можливо, не принимали непосредственного участия в разгоне, протестах, подвергаются травле. Що вам об этом скажете? Как ты это прокомментируєш? Я бы... С моей стороны, я бы такого не допустила. Я знаю, что мои друзья так не делают. Есть люди, которые, видимо, так думают, что это правильное выражение своих чувств, но я лично не считаю это правильным и достойным поведением. Только каким-то мирным путем. Я считаю, что травле вообще ни в каком виде недопустимо. Буллинг в стране, буллинг в мире это то, что должно пропасть как смысл вообще. Ни против кого? Ни против людей с нетрадиционной ориентацией, ни против женщин, ни против артистов, которые неаккуратно высказались. Крах любой державы начинается с расколу громадства на своих и чужих. Одинный метод заменить становища – это диалог. Мирный, конструктивный и на всех узровнях. От тех, кто выходит на улицы, как выказать свою думку, до представников улады. Миколайский инсиян, Василий Осипцов, телерадиокомпания «Гомель». Новая школа «Быть». Сегодня в Новобелецком районе Гомеля заклали памятный знак в связи с будовництвом установы и адукации для детей с 96-го микрорайона. В церемонии принял удел старшиня Гомельского облвыканка Магинать Соловей. Подробязности в наступном материале. Будовництво школы для жахаров микрорайона «Хутор» пытание досыть наболело. Сегодня молодые семьи, которые протягивают заселяцию новой шмат поверховки, отправляют детей на занятки в иншие районы города альбо в ближайшую середнюю школу номер 15, которая зараз переполнена. С просьбой об допомозе активисты развернулись до губернатора. И Геннадь Соловей взял это питание на особистый контроль. Памятный знак – символ сурьезности намеров представников Лады. Приехали сюда в микрорайон Новый, приехали в 2015 году. Очень, очень нуждаемся в школе. Это для нас грандиозное событие. Мы писали петицию, собирали подписи и мы очень рады, что мы услышаны, что на нас обратили внимание и школа будет построена. Мы в это верим. Деткам очень необходима она. Зараз над проектом працует гомельское предприемство «Гипрожилмаш». За основу берется будинок новой школы в 21-м микрорайоне Гомеля. Але ягот значно модернизуют. На участку у 3 гектары появятся четыре блокированные корпусы за гульным внутренним двориком. Кожный будинок будет иметь свое призначение. У двух будут учиться початковые старейшие классы. У блоков поменьше разместится спортивный центр с бассейном, харчоблок и администрация школы. На улице изрубят пляцовки для футбола, волейбола и воркаута. Школа различена на 845 местов. Была поставлена задача нашим проектировщикам сделать современную школу со всеми требованиями, нормами. Здесь будет, конечно, обеспечена безбарьерная среда. Здесь будет обеспечена возможность проведения учебы для детей колясочниками. Все эти моменты будут предусмотрены в этом объекте. Право открыть памятный знак у гонор закладки школы далей юным жахарам микрорайона Хутор. Проект новой установы адекватии повинен быть готовым в листопаде. Закласти подмурок плануют уже в этом году, а в наступном начнут проектование нового детячего садка. А уже сегодня на Кристалловской улице у Новобелецком районе открыли есть леса номер 95. Подея соправданная свята для жахарост от шатвертых микрорайона. Каб означать ее важность, открытие наведали керавники города и в области. Подробности в наступном сюжете. Гистория установы соправданья простая. Коли институт находился детячий дом. Будинник находился под юрисдикцией областного керавництва. У мая он перешел у майомысь города, после чего возникло решение сделать ремонт и створить ясли сад. В надыгодичем научальном годзево установе будут працавать две молодшие группы и одна для детей от 4 до 7 годов. На базе сада плануюць разместить первые классы средней школы номер 15. По слову губернатора Гоминской области Геннадия Славия, тут нашим детям почувствовать заботу государства вас уважаемые. Якостный косметичный ремонт, новая мебля, частиня и парадок. Установа готова принять детей у своих стенах. Адметная рыса садка накераванность на подрыхтовку маленьких деток до школы. Тут робить усё, каб адаптация до наступного научального этапа была лёгкой. Визитка установы яго насыщенность мастацкими вобразами. По пригожуваням будинка займалась наставница мастацтва 15-й школы Деяна Войтко. Работать для детей всегда очень приятно. Ты окунаешься в мир детства и сам становишься этим ребёнком и играешь с этими картинками, путешествуешь по разным сказочным странам. Работа с детьми всегда очень творческая, независимо от того, какая у тебя профессия. Математик ты, специализация, математик ты, биолог. В любом случае нужно обращаться к каким-то методикам для того, чтобы детей привлечь. Уборочная кампания выходит на финишную промую. У Гомельской области засталось прости усяго 4% площадь узбожжавых. На сегодня намолочено 878 тысяч тонн. С одного гектара заразу середним збираюць 27,2 центнера. Але у шерогу районов ураджайность значна высшая, 30 и больш. Лидер по этим показчику Речицкий район. 33,3 центнера с гектара. Не не на шмат меньше гомельским и Будок Кашалевским. У Апошнем до речи и самый великий ураджай 87,5 тысяч тонн. Сегодня у речицы открылась первая кофейня МНС. Подея отбылася в рамках республиканской акции в центре уваги дети. Интерьер, меню и навод велопарковка оформлены у отповедной стилистыцы Дмитрий Котов с подробностями. Одно с помешканья у будинка размешанного по улице Советской по ночам пустовала. Господары разважали на конт его максимально эффективного выкористания в будущем. До их зыдеи звернулись супрационники МНС. Ее сутность устворения детячей кофейни, где маленькие жихары райцентра смогут не только смешно перекусить, но и отримать корыстные веды о правилах безопасности. Идею одразу подтримали, на ее реализацию спотребилось каля месяца. Мы согласились, потому что, во-первых, это новое что-то, что в Речице, что в Республике начало так действовать, уже как бы узнали, что ресторан есть. Мы решили помочь в этом МЧС и себе тоже, так как будет больше приходить людей с детишками. На открытии первой подобной кофейни у нашей в области собралось шмат людей. Переважная большинство – дети. Супрацовники МНС подрихтовали для их забавляльную программу. Конкурсы, викторыны, навучальные гульни, шматлики и подарунки. Гости застались задоволены первым визитом у кофейню. Я буду сюда очень много раз приходить, потому что тут веселые конкурсы, много ребят, очень интересные задания даются от МЧС. Интерьер кофейни, меню и навод велопарковка выконаны организовывать для маленьких наведывальников профилактические мероприемства в гульнявой форме. В теме безопасности областного управления завсёд надавалось шмат уваги. Причем подыходить да и креативно. Зовсем недавно в Гомеле заявилась специализованная парахмахерская, а в перспективе плануется открытие центров безопасности в некоторых районных центрах. В Гомельской области сейчас очень много проводится работы по развитию центров безопасности. Они будут у нас находиться в Петрикове, в Светлогорске, во всех крупных городах, в городе Мозырь, где всё будет сделано нашими местными властями, министерством по чрезвычайной ситуации, для того, чтобы обучить детей безопасности и, конечно же, чтобы они не совершали каких-то поступков, которые могут привести к чрезвычайной ситуации. Дмитрий Котов, Игорь Марыченко, отелерадиокомпания Гомель, Зрэшицы. Даже с навальницами чекаются у Беларуси 19-го жнивня. У нашим регионе у Сираду будзе воблашны с прояснениями. Температура поветра у ночи складе 19-21 градус выше и за нуль. У день 24-26 тепла. У чатвера падков не чекается. Будзе до 19-ти у ночи и до 28-ми у день. А у пятницу истот на меньше плюс 18-20 у день. Макчимые дожжи и на вольницы. ГТА, так само иншая новины. Информацию Гомель вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomel.by На этом выпуск завершен. Всех доброго и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. В Речицком районе в результате ДТП пострадал пятилетний ребенок. Он госпитализирован с тяжелыми травмами. Известно, что 38-летний водитель погрузочно-транспортной машины двигался по одной из улиц агрогородка Ровенская Слобода Речицкого района. При съезде на грунтовую дорогу он наехал левым колесом прицепа на подскользнувшегося на обочине ребенка. В результате происшествия пятилетний мальчик получил тяжелое повреждение и был госпитализирован в реанимационное отделение. Проводится проверка. Как сообщили в ГАИ, водитель был трезв и имел водительское удостоверение. В Жлобине на карьере Вирске произошла трагедия. Утонула 27-летняя жительница райцентра. Известно, что она отдыхала с компанией на диком пляже. Погибшая вошла в воду, предположительно она оступилась вблизи глубокого места и утонула. Тело женщины обнаружили и подняли на поверхность водолаза Жлобинской спасательной станции. Молодая женщина 27-летняя зашла в воду и внезапно исчезла с поверхности воды. Предположительно, она оступилась на глубокое место и по-видимому не могла нормально плавать и ушла с поверхности воды. Чуть позднее она была поднята прибывшими водолазами Жлобинской спасательной станции на поверхность воды. Основная причина данного несчастного случая что отдых и купание данной женщины проходил в местах не предназначенных для купания. В Гомеле во время движения из автомобиля выпала двухлетняя девочка. Предварительно установлено, что 32-летняя водитель Рено ехала по Реческому проспекту. Когда автомобиль поворачивал из его салона на проезжую часть выпала двухлетняя девочка пассажир. Она была в бустере на заднем сидении. Ребенок получил травмы, ее госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка. В Мозере спасатели оказали помощь в снятии кольца с пальца руки 17-летней девушки. Сообщила о происшествии мать пострадавшей. Было установлено, что из-за отека пальца несовершеннолетняя не смогла снять украшение с указательного пальца правой руки. Сотрудники МЧС сняли кольцо. В госпитализации девушка не нуждалась. Сотрудники МЧС и милиции предотвратили суицид в Речице. Правоохранителям позвонили очевидцы и сообщили, что в окне многоэтажки сидит женщина и угрожает покончить жизнь самоубийством. Когда правоохранители прибыли, женщина продолжала сидеть на подоконнике. На предложение слезть с окна и забраться внутрь квартиры не реагировала. Был поднят автоколенчатый подъемник с сотрудниками МЧС и ГАИ. Они убедили женщину слезть с окна и вернуться в помещение. Мобильный датчик контроля скорости будет работать на трассе М5 Минск-Гомель до 26 августа. Датчик будет установлен на 291-м километре автодороги и будет работать в двух направлениях Минск-Гомель и Гомель-Минск ежедневно с 7 утра до 23.00. На этом участке действует ограничение скорости 80 км в час. К слову, выбор скорости не соответствующий дорожным условиям, нарушение скоростного режима, наиболее частые причины ДТП. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь и Тарегомель новости спорта в студии Павел Михно. Здравствуйте. Главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу Сергей Яромко определился с расширенным составом команды. Среди 32 футболистов оказалось немало представителей региона. Шанс защищать светосборный предоставился трем игрокам Мозырской славии. Защитникам Владиславу Малькевичу и Глебу Шевченко, а также полузащитнику Илье Василевичу. Также в расположении сборной вызваны защитник гомельского локомотива Владислав Лях и полузащитник Гомеля Антон Суша. Напомню, сбор национальной команды Ю-21 продлится с 31 августа по 9 сентября. За это время белорусская дружина сыграет с Нидерландами и Португалией. Оба поединка пройдут в рамках квалификации чемпионата Европы 2021 года. Первый матч подопечные Сергея Яромко сыграют с Нидерландами 34 сентября на стадионе Торпедо. А 8 сентября нашей сборной предстоит провести матч против Португалии в Лиссабоне. Окончательный список из 23 футболистов определится 24 августа. В Минске завершилось первенство Республики Беларусь среди молодежи до 23 лет по вольной борьбе. Мужская сборная команда Гомельской области показала второй общекомандный результат. В личном зачете победу праздновал Дмитрий Шамела, Анатолий Громыко, Роман Титов, Алексей Рудинок и Влад Осипенко завоевали серебро. Бронза на счету Алексея Пархоменко и Василия Тарасенко. Женская команда также заняла второе итоговое место. В личном зачете лучшей стала Наталья Бельская, Валерия Ярмола, Надежда Буланная и Виталия Морозько привезли домой серебро. Напомним, первенство является этапом отбора в национальную команду страны для участия в международных соревнованиях. Завтра в Гомеле стартует первенство Республики Беларусь по пляжному волейболу. Участие в нем примут юноши и девушки 2003-2004 годов рождения. Ожидается, что соревнования соберет команды от каждой области и города Минска. Матчи пройдут на стадионе «Луч» и продлятся три дня. Победители определятся в финалах, которые состоятся 21 августа. А на этом пока все. С новостями спорта ознакомил Павел Михно. Оставайтесь на Беларусь 4. Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова